Для чего вообще необходима чистка рода? Да и вообще, что такое род? Какую опасность несет негативные программы родовые? Такие, к примеру, как родоуха. И для чего вообще нужно усиливать род? Давайте сегодня с вами поговорим на эту тему. Каждый человек на Земле имеет свой род. Только проблема заключается в том, что мало кто из людей понимает, насколько родовая система сильна. Да и вообще, понимает ли, вы только подумайте, как же глубоко уходят наши корни. А куда они уходят? Согласитесь, ведь мало кто может похвастаться такими знаниями. А корневая система – это и есть ваши предки. Это именно те люди, которые жили до вас. Вот представьте, что такое род? Дерево, да, где корни – это ваши предки. Ствол – это вы сами. А веточки и листики – это все ваши потомки. А теперь подумайте, если корни будут больные или, того еще хуже, гнилые. Как вы думаете, ствол с веточками и с листиками, какие они будут? То же самое и с родом. Корни – это наши предки, которые нужно чистить и усиливать. Ведь здоровый и сильный род – это именно ваша благополучная жизнь. А что такое благополучная жизнь? Это здоровье, деньги, любовь, удача, успех, благополучие. И именно это все вам будет давать ваш род, если он у вас сильный и мощный. Ведь каждый живущий на земле человек, вне зависимости от того, мужчина это или женщина, каждый хочет жить хорошо. Я бы даже сказала, отлично. И каждый хочет иметь крепкое здоровье, любящего человека, семью, где будет лад и гармония. И именно это все и будет вам давать ваш род. И чем сильнее и мощнее он будет, тем лучше ваша жизнь сложится. Какой именно негатив может повлиять на ваш род? Самое первое – это религия. Хочу вас огорчить о том, что очень многие люди уповают на Боженьку, который сидит там на облачке и раздает порциями, но не радости и счастья, а страданий. Причем каждому человеку, который находится в религиозных эгрегорах, неважно в каких. Не уповайте на этого Боженьку. Он уничтожает ваши рода. Он высасывает эту энергию из рода. Я думаю, что навряд ли кто-то хочет жить в бедности, в нищете, считая копейки, где супруг или супруга пьют, где, извините меня, мордобой. Я думаю, навряд ли кто-то захочет жить такую жизнью. А откуда все это тянется? Это именно тянется от этого Боженьки, который сидит на этом самом облачке. Человек, который находится в религии, он раб. Уж простите, так написано в этих самых священных писаниях. А задайте вопрос. Раб имеет право на счастье? Конечно, нет. Поэтому бегите как можно скорее и снимайте все эти религиозные печати. Уберите эти все кандалы. И снимите этот крест, который просто вас топит в этом болоте страданий и несчастий. И не только вас, но и тянет за собой весь ваш род. И выход из религии, правильно выйти, вам поможет только обряд крошения. И обряд крошения поможет с вас снять все эти религиозные оковы. И освободите свой род от этих всех крестов. Подходим с вами ко второму вопросу, чем именно опасны родовые негативные программы. Это родовуха. И знаете, практически у 95% людей его беды заключаются именно в роду. Потому что он ослаблен. Его нужно чистить и напитывать силой. И тут нужно обязательно смотреть, что происходит в роду. И какие есть негативные программы. Но вы можете, к примеру, себя продиагностировать сами. Это не так уж и сложно. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите на жизнь ваших родителей, бабушек, дедушек. И проанализируйте жизнь вашу, родителей, бабушек и дедушек. И посмотрите, как сложилась у них жизнь и как сложилась жизнь у вас. Если, к примеру, взять тему личной жизни. Если у вас родители не жили вместе, они развелись. развелись, и, например, мать или отец не могут никак построить отношения, к примеру, ваша бабушка была одна, также одинока, и у вас не складывается личная жизнь, то это уже говорит о том, что есть родовуха. Это негативная программа, это порча, та, которая нацелена на полное разрушение и уничтожение вашего рода. И она никуда не денется, пока ее не снимут. Она будет полностью разрушать ваш род, если вы не будете предпринимать каких-либо решений. Раскулачивание. Если, к примеру, были в роду раскулачивания, то это тоже нужно снимать, потому что это не проходит бесследно. Это также негативная программа и ляжет на ваши плечи. Вы просто не сможете зарабатывать деньги. Они к вам будут идти очень тяжело, и у вас их просто не будет. И пока вы также не снимете это негативное воздействие, которое когда-то произошло в вашем роду, вы также будете сидеть в нищете. Поэтому это тоже негатив, этот нужно убирать. Если вы обнаружили именно какие-то повторения, которые идут по поколениям, это нужно обязательно бежать на диагностику и смотреть, что происходит вообще в роду. Потому что если вы ничего не сделаете для улучшения своей жизни, у вас род будет разрушаться. И вы можете также по сценарию посмотреть, как прошла жизнь у ваших предков. И поверьте, там ничего хорошего не будет. Поэтому род нужно обязательно чистить и усиливать. Вытекающий из этого вопрос, для чего вообще тогда нужно еще также усиливать род? После каждой чистки нам нужно обязательно усиливать род. Приведу вам такой, знаете, самый простой наглядный пример. Вы купили такую, знаете, неухожную, очень старую квартиру. Да, вы с ней сделали хороший прихороший ремонт, дорогое такое. Но вы не обставили ее. Там нет мебели. Вы сможете в этой квартире постоянно жить? Нет, не сможете. Да, она чистая. В ней сделан хороший дорогой ремонт. Но вы без мебели не сможете жить в этой квартире. Так вот и здесь усиление рода нужно для того, чтобы вы напитывали энергией род. Чтобы он стал сильным и смог помогать вам дальше. Обладать теми благами и быть сильнее. Ведь чем сильнее человеческий род, тем сильнее и мощнее будут потомки. Именно род дает те материальные блага в жизни человека. Богатство, здоровье, защиту, любовь, семью, процветание, потомство. После того, когда вы снимете все негативные программы, уберете весь негатив из рода. И вы увидите, что ваша жизнь станет меняться. И меняться она будет только в лучшую сторону.